Одним из ключевых вопросов заседания стало восстановление региона после урагана, настигшего жителей в эти выходные. Было повалено около 400 деревьев, повреждено 14 километров линий электропередач, 18 светофоров, а 16 тысяч человек остались без света. Ураган нанес серьезный ущерб региону. В результате пострадали 15 муниципалитетов. Каждый час руководители мне докладывали о ликвидации последствий, поручил главам районов срочно сделать дефектные ведомости. Будем проводить восстановительные работы. Последствия урагана уже устраняют. 170 рухнувших деревьев распилены, тротуары расчищены, все светофоры восстановлены, а транспорт работает в штатном режиме. Уделили на штабе внимания и достижениям молодежи. 85 человек успешно выступили от нашего региона на форуме по Волжье и Волга, который прошел с 21 по 29 июля в Самарской области. У нас в начальной военной подготовке наши ребята заняли лидирующие места по сборке-разборке автомата. У нас также заняли призовые места, народный конкурс сказителей был, где мы заняли второе место. Помимо этого, Ульяновская область стала победителем регионального конкурса шатров в номинации «Лучшее выставочное пространство». Важным аспектом развития региона является безопасность на дорогах. Для повышения ее уровня и снижения аварийности проводятся различные акции и мероприятия. В этом сезоне на дороге устанавливают дополнительные дорожные знаки и ограждения. Добавят оснащение на пешеходных переходах и на транзитных участках дорог в населенных пунктах. Завершаются работы по ликвидации выявленных мест концентрации ДТП на дорогах Ульяновской области. Таковых в текущем году выявлено 13. Это 9 участков дорожной сети города Ульяновска и 4 участка, которые находятся на федеральных дорогах. Обсудили на штабе и демографические проблемы перспективы развития системы поддержки семей в Ульяновской области. Всего в регионе действует 45 мер поддержки семей. А в этом году общая сумма соцвыплат составит около 12 миллиардов рублей. Также, что касается нематериальных мер поддержки, хочу сказать, что в 2023 году Ульяновская область вошла в число 32 российских регионов, которые получили грантовую поддержку на создание семейных многофункциональных центров. На средства гранта в размере 9 миллионов рублей в текущем году будет приобретено необходимое оборудование и открыто два семейных многофункциональных центра. Кроме того, участники штаба отчитались губернатору о подготовке школ к новому учебному году и жилых домов к отопительному сезону. Также затронули тему благоустройства областного центра и муниципальных образований. На этой неделе глава региона планирует лично проконтролировать ход работ в парках и во дворах. Юлия Руднева, Марат Мегзиев, Улправда ТВ